Друзья, пришли мне дивиденды от компании Пятерочка, и это была полная жесть. Я задолбался их высчитывать на калькуляторе, чтобы понять, правильно мне начислили дивиденды или нет. Вы мне, конечно, извините, но я вам признаюсь честно, я человек такой, ну, в какой-то степени дотошный, ну, в плане, я люблю четкость. Просто сами понимаете, сейчас везде обдиралово, даже банки могут обдирать. Конечно же, я Сберу доверяю и депозитариум крупным, но все же. Однажды у меня даже списали овердрафт какой-то по дебетовой карте, 4 рубля, я просто офигел. Или 40 копеек, не помню, я им позвонил, на них наехал, и даже 40 копеек или 4 рубля мне вернули. А так и надо в этой жизни, иначе на голову сядут и будут дурить. И также, друзья, с дивидендами. Я привык всегда к каждой дивидендам, которые мне поступают, потратить минутку времени и посчитать. Вы сами смотрели мои ролики, видели, как это я делал. Проверить, а правильно ли посчитали или нет. Пока я все дивиденды от американских акций, от российских считал, все пока начисляется правильно. А вот с акциями пятерочки, там немножко произошло заморочки. Потому что, во-первых, там налог повышен, плюс они дробно выплатили еще и в долларах. Вот это пока курсы найдешь, пока этот налог посчитаешь. И мало ли того, там еще есть и комиссия за перевод. Я просто офигел, комиссия за перевод дивидендов. Налоги, друзья, это одно, а еще есть комиссия. И вот это все в совокупности взорвало мой просто мозг, и я никак не мог высчитать правильно эти дивиденды. Всех приветствую, друзья, с вами на связи Фокин Евгений. Как вы догадались, сегодня мы будем говорить про компанию Пятерочка. Мы не будем какой-то фундаментальный анализ изучать, стоит ли покупать эту компанию. Дело не в этом. Для этого есть куча, много разных каналов. Поэтому, если вы пришли за этим, то можете закрывать это видео и идти, в принципе, смотреть фундаменталы, стоит ли покупать или не стоит, пока она падает. Я, конечно же, прикупил, но дело не в этом. Я хочу делать интересное видео, и в данном видео я хотел рассказать вам, покупать данную компанию, какие у нас есть налоги и комиссии. До этого, пока я не получил дивиденды, я многого не понимал. А теперь вот благодаря данной компании я немножко уже начинаю понимать. И решил это понимание донести до вас, чтобы вы понимали, потому что помимо Пятерочки будут аналогичные, я думаю, похожие компании, у которых будет, скорее всего, точно такая же система комиссий и налогов, как в Пятерочке. Так вот, на какую особенность я обратил внимание? А на особенность того, что за перевод дивидендов мы должны еще платить комиссию, друзья. Именно комиссию, блин. То, что вы платите 15% налога в казну Нидерландов, этого недостаточно. Будьте добры, еще заплатите 0,02 USD комиссии за каждый перевод. Итого, на две акции у меня ушло 0,04. А извините, а если у меня 1000 акций, вот и умножайте. Это еще дополнительные расходы. В российских акциях, которые зарегистрированы в России, такого, как говорится, дерьма нет. И даже такой фигни нет в американских акциях. Там, наоборот, нам дают с 30% понизить до 13% налог. Тем самым экономим целых аж 17%. Но с Пятерочкой, извините меня. С Пятерочкой, помимо того, что вы заплатите за депозитарное обслуживание, за расписку, это раз, дальше вы заплатите 15% налога в казну Нидерландов, это 2. И третий, выше за перевод дивидендов. Заплатите 0,02 на каждую акцию. Я просто офигел. И сейчас, друзья, в этом видео я вам все это покажу дальше, чтобы вы понимали. Теперь у меня вопрос. Может быть, для вас данная информация не была удивлением, потому что у вас были уже подобные акции из каких-то других стран, юридикций, где берут тоже комиссию за переводов дивидендов. Если у вас такое было, то напишите в комментариях, будет просто интересно. Пока я на своем веку за год инвестирования на фондовом рынке видел 3 вида налогов. Первый стандартный вид налогов это 13% на прибыль, это от продажи, за сделки продажи, покупки акций. Вторая это дивиденды облагаются 13%, либо 15, либо 20, в зависимости какая страна. И третья это комиссии у нас идут за расписки. Вот это я видел. Но что бы брали еще за перевод, такого я не видел. Так вот, возникает вопрос. Например, появились японские компании на московской бирже, также у нас появились китайские, швейцарские. И теперь вопрос состоит. Помимо того, что там есть налоговоложение, например, в Швейцарии, по-моему, вообще 35%. В Японии, я не знаю, то ли 10, то ли 15, в Германии 26. Но в германских пока нет компаний на московской бирже, но я думаю, они появятся. Теперь будет возникать вопрос. А не будет ли в этих странах, не во всех, в некоторых, так же, как в Нидерландах, еще будут брать у нас налог за перевод дивидендов. И, возможно, например, в той же Германии, предположим, или в Швейцарии, я точно не знаю. Если у вас есть информация, напишите в комментариях. Может быть, там будет не 0.02, а, например, 0.10 центов за бумагу. А может быть, будет 0.1 центов, а может быть 0.001. Вот это вот будет интересно. И в связи с этим я решил записать данное интересное видео. И вам сейчас все это наглядно покажу и продемонстрирую. Ну, а вы сделайте для себя выводы. Перед просмотром рекомендую, конечно же, поставить лайк данному качественному, полезному видео. То, что я решил разобрать вот это видео, оно будет полезно очень многим людям, потому что я люблю обращать на все вот эти нюансы, в том числе и на начисление дивидендов. Из-за этого вот нюанса, который произошел, мне пришлось звонить, друзья, в депозитарий и разбираться в депозитарий. Аж в Воронежске, потому что в моем в Курском там не очень шарит. И мне перезванивали и объясняли, что это отдельная комиссия 15% налогов. И когда только я пообщался с депозитарием, вынес им мозг, этим ребятам. После этого я разобрался, почему у меня начислено именно столько дивидендов с данной компанией. А так, я говорю, без бутылки я бы не разобрал. Я же по привычке привык. 13% там, либо 3% Америка, либо 10%. Там все просто. А здесь еще вот такая вот фигня. Это же надо все учитывать. Также рекомендую запастись каким-нибудь чаем, ништяками. И погнали на мою почту, заглянем, посмотрим кое-какую информацию там. Потом заглянем в брокерский отчет. И я вам все, друзья, это покажу. А вы сделайте для себя соответствующие выводы. Первое, значит, за что мы платим, если имитет не зарегистрированный в России, то мы будем платить, в первую очередь, это, конечно же, за депозитарную расписку. Это может быть ГДР, в случае у нас пятерочка, или же это может быть АДР. В данном случае мы будем платить депозитарию за Bank of New York Mellon. Я уже об этом рассказывал. Еще раз расскажу, потому что есть еще новая информация. И показывал тоже, кстати, это письмо. В данном случае у нас сниматься будет оплата 22 февраля. Но, как я понял, сейчас я вам покажу, снимается она как зря. Она зафиксируется 22, эта оплата, а снимется она, не пойми в какое время. Сумма снятия будет у нас 0,03 цента. Что казалось бы копейки, но на самом деле это не копейки, если у вас хорошее получается количество депозитарных расписок. Это получается, ваша прибыль уменьшается из-за этих комиссий. Будь то дивиденды или будь то продажи. Да, можно сказать там один раз в год, но все же, если у вас тысяча акций, это уже довольно-таки серьезная комиссия. Смотрите, у меня уже сняли данную комиссию. Должны были снять по факту 22 февраля, а получилось? А получилось то, что сняли аж 2 марта. Видите? Спустя неделю. Вот написано оплата депозитарных услуг. И написано 4 рубля 47 копеек. Это за две бумаги. Теперь самое интересное, давайте перейдем к дивидендам и комиссиям по дивидендам. Смотрите, 4,5, грубо говоря, мы уже отдали за две бумаги. Что мы еще отдадим? Мы отдадим 15,5%, а не 13, а целых 15, потому что компания зарегистрирована в Нидерландах. Ну что самое интересное, даже такого нет в американских акциях. Удержание DIFFIS. Что такое DIFFIS? Это комиссия 0,02 целых USD на одну ценную бумагу. Представляете? Помимо того, что у нас повышенный налог, 15. И поэтому из-за вот этой комиссии я вначале избился. 120 рублей 46 копеек так я и не мог высчитать. Скажу, друзья, вам честно, но несмотря на все это, я подкупил акции данной компании сейчас на спаде. Почему я это сделал, да? Несмотря на данное видео про комиссии. Да, возможно, это все в совокупности будет снижать дивидендную доходность, но пока компания неплохо наращивает дивиденды, что-то в районе 6-7% будет в этом году. Это неплохо. И плюс есть потенциал роста у этой компании. И пока она сейчас была в просадке, я немножко нарастил позицию. Но там, в принципе, посмотрим. Каждому из вас решать по-своему. Ну, как вам, друзья, данная информация? Я думаю, она заслуживает лайкосика. Поэтому, если еще не поставил, поддерживаю данную информацию лайкосиком, потому что я делаю исключительно интересные видео и стараюсь отличаться от других блогеров и не гонять там в воду всякую типа, а сколько будет стоить доллар, а вот именно технически интересные видео и всякие такие нюансы. Я люблю, что раз говорю, на них обращать внимание. Если, еще раз напомню, у вас уже что-то подобное было из других акций, напишите в комментариях, будет интересно. Возможно, это еще дополнительные комиссии, о которых мы не знаем. Как говорится, пока ты не получишь информацию, не получишь дивенденты и из себя не возьмут комиссию, ты не узнаешь. Поэтому, все приходит с опытом. А звоня, как говорится, в банке, там нифига не знают, поверьте мне. Я и депозитарием звонил, и брокерский отдел, даже в крупном банке, Сбербанке, там очень слабенький. И рекомендую, конечно же, поделиться данным видео со своими друзьями. Я думаю, оно будет интересно для размышлений многим людям. Напоминаю, что можно подписаться на мой YouTube-канал, нажать на колокольчик, поставить уведомление, не забыть поставить уведомление в телефоне. Чтобы не пропустить очередные мои полезные видео. У нас с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока и увидимся на просторах интернета.